Энергопредприятия Казахстана в прошедшие осенний и зимний период отработали стабильно. Работали параллельно с энергосистемой Российской Федерации и страной Центральной Азии. Поставка электроэнергии и теплоэнергии потребителям обеспечилась устойчиво. В 2012 году выработано 92 миллиарда киловатт-часов на 4,7% больше предыдущего года, а потреблено на 3,8% выше предыдущего года и составило 91,4 миллиарда киловатт-часов. Осенний и зимний максимум нагрузок был отмечен 19 декабря 2012 года и составил 14 153 мегаватта, что больше прошлогоднего предыдущего показателя на 5,3%. Намеченный к осенне-зимнему периоду объем ремонтных работ в целом был выполнен полностью и в связи с этим выросли у нас нагрузки. Установленная мощность увеличилась на 1073 мегаватта и составила 24 гигаватт. Располагаемая мощность 16,4 гигаватта. В рамках исполнения поручения правительства досрочно была введена в эксплуатацию первая очередь под станцию Алма-500. Перед началом отопительного сезона правительством были определены 6 регионов с высоким риском прохождении осеннего и зимнего периода. И то внимание, которое уделялось прохождению этими регионами зимы, мы сегодня констатируем, что они стабильно отработали и особых срывов электроснабжения не наблюдалось. Тем не менее, отмечаем, что в Казахстане произошли 3 технологических нарушения, квалифицированные как аварии. Всем известная стихийная обесса, которая произошла 12 января в юге Казахстана. К сожалению, была стихия завалена порядка 1024 опор линии электрической передачи КИГОКа и местных региональных сетей Джамбульской и Чемкенской области. Но принятые действия правительством, министерством чрезвычайных ситуаций, министерством индустрии новых технологий, данная авария была за двое суток локализирована, необходимое электроснабжение и теплоснабжение в данном регионе налажено. В целом, в 2012 году произошло 58 установок электрических станций с полным сбросом электрической нагрузки. Показатели очень высоки, но тем не менее, отмечаем, что это на 40% ниже, чем в предыдущий период. За прошедший отопительный период большинство энергосточных были обеспечены необходимыми объемами эксплуатационного запаса топлива, и мы отмечаем, что не было никаких проблем с поставками железнодорожных вагодов для обеспечения топливоподачи. Тем не менее, отопительный период проходил с определенными сбоями в части понижения температурных графиков во многих городах. И поэтому мы считаем, что в период подготовки к следующей середине и зиме особое внимание должно быть определено надлежащим гидравлическим и температурным испытаниям в городах. Значит, мы в министерстве провели анализ работы по предстоящей ремонтной кампании, и хотим отметить основные моменты, которые необходимо обратить особое внимание. Это прежде всего недостаточный объем охвата ремонтными работами электрических и тепловых сетей, низкий профессиональный уровень привлекаемых подрядных организаций для организации ремонтных работ на энергопредприятиях. При этом имеется минимальный охват ремонтом оборудования, исчерпавших свой парковый ресурс, а именно лишь 20% охвачены ремонтом оборудования, исчерпавших свой ресурс. Поэтому в целях стабильного проведения предстоящей осенне-зимнего периода предлагаем акиматам областей и городов Астаны и Алматы усилить контроль за проведением температурных гидравлических испытаний, за пересмотром энергопредприятий и ремонтных компаний с увеличением объема и включением в нее оборудования, парковый ресурс которых исчерпан, а также усилить контроль за соблюдение сроков и качественное выполнение запланированных ремонтных работ на энергоисточниках, электрических и тепловых сетях. В то же время считаем необходимым, чтобы акимат усилил работу по качественно поставляемую топливу и организации работ по накоплению необходимых запасов топлива на энергоисточниках перед началом предстоящего осенне-зимнего периода. Мой доклад закончен. Благодарю вас. Благодарю вас.